В XIX веке цадик из города Радзина, может, Радзина, нет, Гершон Ханох Лейнер, считая, что современная технология производства красок позволяет получить любую краску, подобную той, которая изготовлялась в древности, предписал своим хасидам носить сицин с голубой нитью. Но другие течения равеннистического иудаизма не последовали примеру разиновских хасидов. Еще есть полосы на талите, белый талит и полосы черного или голубого цвета. Видите, голубой цвет означает святость, а полосы черного цвета появились у евреев тогда, когда начали преследовать евреев. Когда начали преследовать во время крестовых походов И начали убивать евреев И в память об этом стали делать полосы черного цвета Ну и поэтому говорят, что жизнь наша идет как бы что? Как бы полосами, да? Светлая полоса, темная полоса Помните, когда-то вам привозил Талит Ну не в этот раз, да? Вы не помните, да? Талит с красной нитью Он сказал, что мессианские евреи носят Талит с красной нитью В честь памяти жертвы Ишуа Мессии Опять-таки, разные традиции в разных общинах И хорошо, пусть будут разные, правда? Вот у еврея Китая, например Они тоже Талит носят Но они, во-первых, носят его перевязанность через плечо Так как вот у нас на свадьбах Знаете, шаферы Носят И Талит алого цвета Цвета пламени Тоже память о жертвоприношении Всесожжении, которое проводилось в храме Алого цвета Китайские евреи Кстати, если бы вы были в Китае Вот, там бы вас нормально восприняли без платочков Потому что в Китае еврейские женщины, даже замужние, платочков не носят В синагогах В синагогах Они должны быть без головных уборов А мужчины все равно носят кипы Носят кипы либо синего цвета, либо черного цвета В зависимости от различных От различного вида общин Вот такие интересные И вы знаете, Талит еще есть И Талит катан Потому что есть заповедь Носить на четырехугольной форме одежды Кисти А что за одежда? Раньше одежда делалась как? Просто брался кусок ткани Продевалась дырка посередине А здесь она сшивалась И все Вы видели такие вот Талит катан Некоторые носят, да? То есть это действительно четырехугольная одежда Это я смотрю Манишка Очень похожа на Талит катан А еще индейцы, перуанские индейцы Они тоже нечто подобное Называется пончо А пончо это произошло, видимо, от испанцев Испанцев, которые переселились в В Мексику Ну, я не знаю точно, не уверен Но думаю, что похоже, да? То есть, скорее всего, это евреи Которые были преследуемы в Испании Они переселились в Америку И внесли такой обычай И, кстати, на пончо, вы тоже, знаете, кисточки есть, да? Некоторые женщины носят платки с кисточками традиционно, да? Такие вот большие, широкие платки Возможно, тоже обычаи И если вы посмотрите на иконы Некоторые, то там видно тоже Святые носят через плечо, да? Скатанный, как бы, скатку такую Талита Тоже, в общем, интересно Об этом думать, да? Итак, вот представьте себе, что вы в синагоге И обычно в синагоге Стенки, где на восток Прикреплена табличка с надписью Мизрах В эту сторону должны быть направлены лица Всех молящихся, когда молитва Читается стоя У соответствующей стены восточной Имеется шкаф Для хранения свитков Торы Ошкиназа Он называется Аарон Га-Кодеш Знаете это название? И Ошкиназа, это Буквально, что? Священный шкаф Помните, само слово Аарон, да? Это что? Это Это, мы говорим, ковчег, да? Ну, кстати, тот ковчег, который спасся Ной То совершенно другой ковчег То была подводная лодка В современном понимании В современном еврите Вы знаете, что Дух Святой на вертолете летал Когда носился над волновью? Вам уже рассказывал, да? Крисун? Ну, если Если использовать старинные слова ивритов В современном еврите Они имеют другие значения Вот А здесь Аарон Га-Кодеш То есть, священный шкаф В русском языке называется ковчег завета Сефартов называется Гей-Хал Гей, буква Гей-Хал Гей-Хал Чертох Чертох, слышали такое выражение? Чертох, да? Чертох, вот это чертох Тут черти ни при чем А это именно, как сказать Комната, да? Очень хорошо Украшенная Ковчег завет обычно закрывается Специальной занавесью Называется Парохет Парохет Который, в свою очередь Прикрывается занавеской Отороченной бахромой Называется Капорет Помните? Капор, да? Капора, крышка В некоторых сефардских общинах Парохет помещается Внутри ковчега То есть, внутри этого ящика Вне постов Этот ящик Ковчег Принято завешивать Белой тканью У сефардов При выносе свитка Торы из ковчега И при возвращении свитка В ковчег Цилиндр, который Помещен свиток Увенчивается короной Корона КТР Да? А по сторонам Ее надевают Украшения с бубенцами Римоним Эта корона КТР Напоминает Головной убор Первосвященника Антисемиты Придумали дурацкий колпак С бубенцами Как бы пародию На одежду Первосвященника Вы понимаете И бубенцы Римоним Это в Русском переводе Там в надежде Первосвященника Откуда-то там взялись Яблоки Огурцы Да? И так далее В действительности Там где в русском переводе Яблоки Там имеется Римоним Гранаты А там где огурцы Это вот эти Смоквы Как они Еще Инжир Да? Инжир Ну так как Эти фрукты Не росли В России То в переводе Русской Библии Их заменили На чем-то подобным Да? Да И вы помните Зачем эти Бубенцы Находились У первосвященника? Да Чтобы в случае чего Вытаскивать его Если перестали Звонить Перед ковчегом Завета Постоянно Висит И стоит Горящий светильник Называется Нертомит Вечный огонь Нертомит Или Нертомит Нер одно слово Свеча Тамит Постоянный Или вечный И рядом с ковчегом Установлен Пюпитр Пюпитр Для ведущего Богослужения Который Называется Буквально Столб Амут Если помните Перед храмом Тоже стояли Два Столба Да? Помните? Память Амут Буквально Столб Это Пюпитр На котором Ставится Книга С которой Читается Когда идет Богослужение В некоторой Синагоге Рядом с ковчегом Завета Расположено Кресло Для духовного Руководителя Общины И мы Помним Что во времена Ишуа Тоже Была такая Традиция И как это кресло Называлось? Седалище Моисея Кресло Моисея То есть Для того Который Ведет Богослужение И Руководитель Или Руководителя Общины На одной Из стен Обычно Прибыта Табличка С десятью Заповедями С десятью Заповедями Кроме того В синагогах Должны иметься Кубки для вина Используемые При ритуальных Благословениях Рога Для ритуального Трубления Как они называются? Шафары Шафарот Множество На это число Да? А также Светильники Подсвечники И так далее Иногда В синагоге Находится специально Высокое кресло Используя При обряде Обрезания Называется Кесе Кесе Кресло Кеса Помните? Студия искала Да Кесе Илья Вот И тот Который Сдержит Ребенка Он Посаженный На это кресло И отсюда Называется Посаженный Отец Да? Или На идишском Санджак Да? Санджак Вот И у нас Ау Санджан Ашвили Это что получается? Отец Да? Ау Санджан Посаженный Отец Ашвили Сын То есть Сын Посаженного Отца Вот Этот Посаженный Отец Держит Потому что Он посаженный На это кресло Он держит Ребенка Кроме того Обязательно В синагоге Имеются Копилки Для сбора Пожертвований Общая копилка Или для Отдельных Благодарительных Целей Во время Утреннего Богослужения Шахарит Евреи Рабанистические Облачаются В талит А в будние дни Называют Также Тфилин Тфилин Хранится В специальном Маленьком Мешочке А талит В мешочке Большего Размера И вы помните Как выглядит Тфилин Да? Шель Рож Это на Голову И тфилин Шель Яд Еще Может быть Светильники Менара Была Символом Второго Храма И сейчас Является Элементом Герба Государства Израиль И некоторые По этой причине Менару Не ставят Опять-таки У разных общин Есть разные Обычаи Менару Именно Семисвечную Не ставят Почему? Потому что Это было Храме А у нас Не храм Поэтому Обычно Ставят Хануки Чем Хануки Отличается От Менары В Менаре Семь свечей Да? И они Все Расположены На одном Уровне В Хануки Девять Свечей Да? И одна Свеча Должна Быть Чем-то Отличаться От другой Быть в стороне Или чуть Выше Да Дальше Значит В некоторых общинах Облачается Талит Затем Одевает Филин Некоторых Наоборот Талит Обычно Облачается Стоя Не при всех Молитвах Талит Надевает На голову Потому что Обычно Евреи Молятся С покрытой Головой И у них На голове Кипа Да? Вот Некоторые Хасиды У них Заходят Они в помещение Они шляпу Снимают И под ними Кипа Да? То есть Бывает Иногда И то И другое Вместе Носят Это опять-таки В разных Видах В одних Вариантах Процедуры Обращения В талит И надевания Тфилин Могут быть Разные Разного Вида Узелки Караимы Одевает Талит Только во время Молитв В синагоге А равеннистические Евреи Во время Утренней Молитвы И Облачается До этого Кипа В талит Во время Всех Молитв А Караимы Не облачаются В талит Если они Молятся Вне Синагоги А Тфилин Вы помните У Караима Нету Да? Мезузы И Тфилина У Караима Нету То есть Обычные У всех Самые Разные Ведущий Ведущий Называется Шалех Цибур Да? Это он Посланец Общины Он Мы Великой Молитвы Раб Евреи Пятое Песня дня Владыку Всего Сущего И затем Уже читается Амеда Амеда Состоит Сейчас Из девятнадцати Частей Как говорили Начинается Всегда Каждая Часть Одинаково Баруха Ата Адонай Лагену Благословен Ты Господь Бог наш Царь Вселенной Дэм Мелегалям А затем Заканчивается По-разному Первое Благословение Не записывайте Первое Благословение Например Щит Авраама Второе Оживляющий Мертвых Третье Бог Святой Четвертый Дарующий Знания Пятый Желающий Раскаяния Шестой Милостивый И премногопрощающий Седьмой Избавитель Израиля И так далее И так далее И благословляющий Народ свой Израиль Миром Вначале Амеду Молча Считает Все молящиеся А слух Ее повторяет Шалех Цибур И каждый раз При очередном Благословении Что произносят Амэн Да Амэн Амэн И Немножко Подробнее Остановимся На этой молитве Амеда Потому что Молитва Амеда Это одна из Самых основных Даже можно сказать Самая основная Молитва Иудаизма Дело в том Что Когда-то В древности Не было Определенных Молитв Да И каждую Молитву В общем-то Читали Произвольном Произвольном Вот И Мишна Рассказывает Что Каждое утро В храме Читали Три Отрывка Шма Благословение Перешма После него Благословение Служение И Мир Кагены Благословляли Народ Произносились Другие Молитвы В храме Утренней Молитвы Также Читались Десять Заповедей Но Поскольку Стали Появляться Еретики Говорившие Что Только Десять Заповедей Даны На Синае Они Все Торок То Постановили Не Уключать Десять Заповедей Ежедневную Утреннюю Молитву В храмовой Службе Участвовали Не только Кагены Левиты Но и Евреи Из других Колен То есть Были Кагены Левиты И Израилиты Простые Евреи И Кагены Левиты И Израилиты Были Разделены На Стражи Мишмарот Шамер Стражник Мишмара Стража Три Стражи Мишмарот Они Поочередно Участвовали В храмовой Службе Кагены Приносили Жертвы Левиты Пели А Исраилиты Стоя Наблюдали За службой И Молились Тоже Участвовали В молитве Значит В начале Таких Страж Было Восемь 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 Мишмарот Было Во время Моисея Помните Были еще Стражи Во время Третьих Страж Это Стражи Связанные С временем Пришел Еще Мишмарот Восемь Таких Частей А позднее Во время Самуэла Давида Пророки Вели Двадцать Четыре Стражи И эти Стражи Менялися Каждую Неделю То есть Фактически Каждый Из левитов Имел право Участвовать В году В течение Недели В служении Затем Они уходили На каникулы Ну На праздники Паломничества Естественно Собирались Все вместе Во время Танаха Не было Регулярных Общественных Молитв Вне храма Первыми Известными Из исходчика Нерегулярные Общественные Молитвы Вне храма Были Маамадот Маамадот Это были Стояния Маамадот Буквально Стояние В тех Городах Откуда Были посланы Стражи Израилитов В храм Такие Такие собрания Свидели В присутствии Городских Властей И уважаемых Граждан При этом Устраивали Посты Читали Молитвы Отрывки Исторы О сотворении Мира Читались Как молитвы Связанные Примечения Мы можем Открыть Сидур И в Амеде Фактически Есть все Типы Наших Нужд Да Все типы Наших Нужд Входят В эти 18 благословений Почему 18 Потому что 18 Это Слово Хай То есть Жизнь Да Хай То ли жизнь То ли жизнь 18 благословений Но я говорю уже Проклятие Было Добавлено Позднее Позднее Падрецы Великого Собрания Установили Три ежедневные Молитвы Шахарит Минха Да И Маорив И три раза в день Произносилась Молитва И кто три раза в день Молился Так же Вот Даниил Помните Хотя он находился В окружении Да Языческо Он продолжал Молиться Три раза в день Да И три раза в день Даниил Который В России Произносил Какую молитву Амиду Амиду Тоже первоначально Не записывали Первоначально Не записывали Но позднее Пришла необходимость Записать Амиду Почему Потому что Люди Стали забывать Да Люди стали забывать И вот где-то С четвертого века Нашей эры Уже появились Молитвенники Появились Сидуры И было Приведено В 70-м Примерно Году Нашей эры Специальное Благословение Против Юритиков Против Миним Против Нацрим Оно Первоначально Было Нацрим Потом Стали Различные Употреблять Другие слова Чтобы не говорить Что против христиан Потому что Когда уже христиане Стали Уладеть Как говорится Миром То начали Евреев Обвинять Что евреи Проклинают Христиан Да Поэтому Это убрали Слово А проклятие Все равно Осталось Талмуд Рассказывает Так Рабан Гамлиель Это не этот Гамлиель Первый А Рабан Гамлиель Второй Это его Внук Внук Это уже В 70-м году Н.э. Собрал Мудрецов И спросил Есть ли Кто-нибудь Кто может Составить Благословение Против Изменников Стал Шмуэль Гакатан И сформулировал Текст Этого благословения Который Был принят Причем Это делалось Так Если Кого-то Подозревали В Тайной Ереси Христианства Его заставляли Читать Эти благословения Если Он сбивался На каком-то Любом Благословении То Не заменяли Его Если Принято Кантер Сбивается На благословение Против Еретиков Его Заменяют Ну Это Своевообразный Детектор Лужи Правда Если Человек Думает Что Он Проклятие Читает На самого Себя У него Конечно Возникают Такие Вот Какие-то Определенные Эмоции Но В том-то И проблема Я думаю Что это Это Написано В Талмуде И это Божья Такая Воля Была Что На следующий Год Когда Шмейлю Нужно было Ведущим В общественной Болитве Случилось Так Что Он сам Забыл Эти слова И вспоминал Их Часа Два Или Три Представляете Часа Два Или Три Вспоминал То Что Сам Сочинил Вот так Круто Было Тогда Еще Седора Не было Чтобы Прочесть Все Надо Было Напоминать Вы Представляете Как В то Время Студенты Были Вы Знаете Да Вот Если Равен Или Кто-то Читал Проповедь В субботу На следующий День Воскресенье Ученики Собираются И должны Были Повторить Его проповедь Слово Слово Могли Вы Сейчас Такое Сделать Ну Вот Ну Да Видите Поэтому В разных Седорах Сохранились Различные Выражения Меним Иеретики Мишумадим То есть Перешедшую Другую Веру И так Далее Малшимим Доносчики То есть Различные Слова Которые Как бы Были Против Христиан Вот Вот Что Пишется Здесь Введение К Седору Так Дело То Что Христиане Они Не Отличались Ничем По Внешности Да Вот Верующих И Поэтому Мудрецы Решили Удалить Христиан Из Синагоги Путем Добавления В их Общественную Молитву Текста Который Был бы Неприемлем Для них И в Талмуде Брахот 29а Правило Если Кантор Ошибся В каком-то Благостоянии Его не Заменяет Если Ошибся Именно В этом Благостоянии Против Изменников Его Заменяет Из-за Последнения Что он Сам Иеретик Если Он Уже Нашего Благостояния Назопнулся В середине То Не Заменяет Его Последствия Слова Доносчики Сделался Евреем Синоним Слова Христиане Так как Христиане Часто Доносили Римские Властям О Евреях И Христиане Были Противниками Восстановления Храма В Одной Из Рукописей В Оксфорте Найдено Из первых Молитвенников Прямо Содержится Слово Нацрим Против Христиан Против Христиан А также Да не будет им надежды Если не вернуться К завету Твоему А позднее Значит Переменили Доносчики Злодеи И так далее Начинается Молитва С такого Вступления Господи Открой Мои уста Да И Открой Мои уста И уста Мои превозгласят Тебе Хвалу Да Анана Аданай Сватай Тифтах Да Уфи Ягид Тегила Теха Мы с вами Сегодня это слушали И мы с вами Сегодня пели Дальше имеется 18 благозаимений Но не в каждой Амеде Не в каждой Амеде Есть их 18 Если мы В будний день Все произносим Все 18 Если мы В субботу Сколько мы Произносим 7 7 Почему 6 первых 3 первых И 3 последних 6 благословений Они остаются Всегда Постоянными Да 3 первых И 3 последних А вот Среди Во времена Ишо Вы помните Еще не было Это записано Записано было Только уже Позднее Когда начали Уже записывать Мудрецы В городе Явны Да Вы помните Собрались И они уже Попытались Записать Все наследие А во времена Ишо Это было Уста Поэтому Есть такое Понятие Обновление Молитвы Обновление Молитвы И оно Очень хорошо Пригодно Именно Для Амиды То есть Например Во время Амиды Мы можем Дополнение Давать К Амиде То что мы Хотим Добавить Или то что Касается Больше Именно Нас Да Вот К разных Частям Амиды Различные Дополнения Вот у вас Есть Откройте Ваше Я вам Давал Да И давайте Проследим Листочки Амидой Делайте себе Ксерокс Делайте себе Ксерокс Чтобы у вас Было Да 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 Видите Амидас Содержит Все основные Необходимые Нам Темы Молитву Поэтому Когда мы Стоим На молитве Мы не должны Усиленно Вспоминать О чем бы Еще Помолиться Но Следуем Хорошо Продуманному Плану Который Поражает Продуманность Последовательность Мысли И мы Как бы Течем В шахине В Духе Святом Переходя От одной Темы К другой Это Настоящая Симфония Мы Входим В ритм Молитвенной Жизни И вот Давайте Попробуем Значит Каждый Абзас Это Готовая Тема Для Молитвы Итак Начало Молитвы Все Наша Питающий Избавляющий Попробуем Свято Просьбой Возвращение Возвращение Можем Прости Я Благословен Спасай Следующее Просветание Нам нужно Просветание Правда Просветание Благослови Благослови Нас Господь Бог наш В этот Год И все Виды Урожая На благо И пошли Нам Расу И дождь Для блага Нашего На землю И насыть Нас щедротами Своими И благослови Этот год На благо Нам Подобно Хорошим Годам Ведь Прошлым Ты был Годам Прошлым Ведь Ты Добрый Бог И творишь Добро И благословляешь Годы Благословен Ты Господь Благословляющие Годы Значит А здесь Есть Хлеб Наш Насущный То что Мы нуждаемся Дай нам Гаем Сегодня Просветание Нам нужно Просветание Нам нужно И финансы Можно молиться И о финансах И для себя И для общины И для служения О людях Которые нуждаются В работе О том Чтобы нам Действительно Хорошо платили Несмотря на то Что Скачет Вот инфляция И так далее Да Но мы должны верить Что Бог Нас снабдит Ну а то что Не необходимо Ну оно хорошо Понимаете Да Вот как сказал Конфуция Я так думаю Он тоже был евреем Подумай хорошенько То что тебе кажется Необходимым На самом деле И с лишним То есть Многие наши вещи Они идут От зависти От жадности И это зависть И жадность Она еще рекламой Подогревается Да Вот реклама Заставляет вас покупать То чем вы Совершенно Не нуждается Правда А то что нам Необходимо То Господь Даст Возвращение Изданных Возвращение Изданных Это и о возвращении В Израиль И о возвращении Народа Божьего К Господу Правда Во струбив Возвращение Возвращение Разбросаны Разбросаны По свету Свой народ Израиль Да Восстановление Правосудия Вы знаете Когда у нас Мудрые судьи Да Вот тогда И народ Живет Хорошо Да Поэтому Здесь молитва За нашего президента Здесь молитва За нашего премьера Здесь молитва За наш парламент Вы понимаете Могут они Казаться нам Идеальными Неодеальными Но у нас Нет выбора Молиться Или не молиться Мы обязаны За них Молиться Об этом Говорит И Новый Завет И Танак Правда Хорошо Итак Снова поставь Над нами судей Как прежние времена И доставников Как было раньше И избавь нас О скорби И печали Сам властвуй Над нами Господь С любовью И милосердив Справедливо И правосудно Благословен Ты Господь Владыка Любящий Справедливость И правосудие Ну Вот наказание Еретиков Я еще раз говорю Это Как можно Двояко Понимать Мы можем Говорить Не о проклятии А о том Что все Вот эти враги Наши Они покаялись Я так бы хотел Все-таки Да Чтобы наши враги Чтобы они имели Покаяние И спасение Ишего Мессии Видите Раньше Раньше Человек Если совершал Допустим Пролюбодеяние Или какой-то грех Он не мог Рассчитывать На снисхождение На суде Да Или был Кощунником Или Убийство Совершал Но теперь Любой может Видите В Новом Завете Там Был один человек Который Сожительствовал Со своей мачехой Да И Помните Ну что Вы считали Первое Коринфиное Второе Коринфиное В Новом Завете Был человек Да Описывался Как вы думаете По еврейскому закону Что с ним Нужно было делать Подлежал он Прощению Нет Да И его Отлучили От общества Израиля Да Но потом Когда он Раскаялся Что нужно сказать Принять его Да Сам Павел Об этом Писал То есть Все вот эти люди Если Еврейская молитва Не имеет Прощения То в действительности Мы должны молиться Об их прощении Да И восемнадцатое То есть Двенадцатое Благосостояние Да Наказание Еретиков Там Гласило так Да не будет надежды Доносчикам И все вероступники Все злодеи Пусть немедленно Сгинут И все враги Народа твоего Будут В скором времени Истреблены Но я бы хотел Чтобы были Истреблены Дьявол И сатана И все окружающие его И царство зла Поскорее Искорине Я за это И сокруши И свергни И покори его В скором времени В наши дни Благословен ты Господь Сокрушающий Недругов И побеждающий Злодеев Тринадцатая Благословение После перей Тринадцатая Тринадцатая Тринадцатая